Приветствую вас. Есть несколько вещей, которые я хотел бы вам сказать. Во-первых, профессиональный психолог никогда не консультирует человека через третьих лиц, то бишь через вас. Кем бы вы ни были, другом, родным человеком, мамой, папой, неважно, психолог не может консультировать человека через призму другого. Потому что у вас на него свой взгляд, а у него свой взгляд и работать нужно с тем, как всю ситуацию воспринимает сам человек. Это принципиально важно. Следующий момент, который мне хотелось бы раскрыть, это момент, связанный с таким своего рода противоречием, может быть. Может быть, противоречием. Я вот, если честно, не знаю, как его этот момент правильно описать или подать. Ваш друг, как вы говорите, учится на богослово. Ну, в общем и целом, то, что ваш друг учится на богослово, ну, мне кажется, довольно весьма-весьма неплохо. Другой вопрос, что мне несколько непонятно, почему, по какой причине это мешает вам обратиться к специалисту. И, собственно говоря, о каком специалисте идет речь здесь, что, в общем-то, тоже, на мой взгляд, важно. То есть, какого специалиста вы имеете в виду, именно вы сами, к какому специалисту вы хотели бы обратиться. Это, на мой взгляд, вообще, говоря, тоже не ясно. Потому что, если вам, если молодому человеку нужна помощь, если мужчине нужна помощь, например, того же, допустим, психолога или того же, там, психиатра, например, то это все, в общем и целом, решается и предоставляется, да. То есть, я уверен, что никаких проблем с этим быть не может и не должно. Вот. Ну, мне, по крайней мере, это представляется так. Не знаю, может быть, в вашей стране ситуация немножко по-другому обстоит, но вот как это видится мне, это вот правильно именно так. Понятно, да? То есть, почему вы не можете обратиться к специалисту? Второе. Это было второе. Значит, третье, о чем я хотел бы сказать, да, третье. Третье заключается в том, что вы говорите слово «мы». То есть, мы не можем обратиться к специалисту. На мой взгляд, данная фраза, данное слово является, ну, в некоторой степени, в некоторой степени, повторю, тревожным моментом, свидетельствующим о том, что вы находитесь в процессе слияния с молодым человеком. Что это за процесс такой, процесс слияния? Это когда нарушаются здоровые личные границы между людьми. Я не говорю обязательно, что у вас личные границы прямо нарушены, но вполне возможно, что кто-то такой есть. Тем более, что мужчина, как вы говорите, властен с близкими. Это означает, что своей властью человек вполне может, ну, в том числе и вас, да, своей властью человек может подавить и, собственно, сделать зависимой, например, вас. Вот. И если история именно такая, если вы действительно, вот, ну, хотите помочь ему, если вы действительно думаете о нём, много думаете о нём, вот, и он для вас очень важен, то я предлагал бы рассмотреть именно такой вариант, что вы от него, ну, чересчур зависимы. И, соответственно, я бы сказал, что здесь, ну, не знаю, от него отстраниться, да, то есть отстраниться, побольше думать о себе. Эм, значит, ему просто позволить быть тем, кто он есть, да. Вот. Ну, просто потому, что свою жизнь человек, в принципе, вершит сам, и если ваш друг позволяет себе находиться в таком состоянии, ну, значит, что поделать. То есть, как бы, насильно взрослого человека заставить что-то делать, ну, маловероятно. Согласитесь с этим. Дальше. Вы пишите. Ему сложно контролировать свои эмоции. Эм, сложность контроля эмоций всегда в том, что человек как раз таки излишне их контролирует. Если вы когда-нибудь изучали структуру воды, именно воды, то, наверное, вы знаете, что вода не сжимается. Она жидкая, она течет, но она не сжимается, воду нельзя сжать. И, соответственно, именно этот эффект позволяет, ну, там, использовать, например, воздушной или наполненной водой какие-то емкости и так далее для каких-то целей. Так вот, та же самая история происходит по факту и с чувствами. Вот та же самая история. Чувства, так же как и воду, эмоции, так же как и воду нельзя подавить. Эмоции, так же как и воду нельзя сдерживать. Эмоции, так же как и вода, по сути своей, нуждаются в постоянном выходе. И то, с чем столкнулся ваш молодой, эээ, ну, ваш друг, молодой человек, мне почему-то кажется, что у вас есть к нему чувства. Вот. Эээ, то, с чем столкнулся ваш друг, не что иное, как низкий уровень эмоционального интеллекта. И если говорить о том, что вам порекомендовать в этом контексте, то я бы порекомендовал книгу «Практикум по гестальт-психологии» Федерика Первого. Вот. Снижка эта находится в свободном доступе в интернете, ее можно прочитать. Вот. И, соответственно, там будут даны определенные упражнения на поднятие уровня эмоционального интеллекта. Не будете подняться с классическим интеллектом. Вот. Сразу хочется отметить, что эмоциональный интеллект и его поднятие не решит все проблемы вашего друга, так или иначе. То есть, это поможет ему лучше себя чувствовать, это поможет ему лучше себя сознавать, это поможет ему лучше увидеть, что с ним происходит. Да. Но ни в коем случае это не решит его проблем, которые у него, собственно говоря, есть. Вот. Ага, то есть, это нужно вот чисто для того, чтобы человек, ну, как-то вот, знаете, понял, что с ним происходит, да, и начал предпринимать какие-то действия. Вот. Дальше идем. Вы пишете, что, значит, так, ну, он, значит, кричит, бит и ненавидит себя. Это аутоагрессия. Аутоагрессия это непринятие себя. Соответственно, непринятие себя идет из детско-родительских отношений, что в целом вы подтверждаете своим рассказом. Что можно сказать вам здесь по данному вопросу? На мой взгляд, сказать можно то, что он воспитывался мамой, мама была у него такой достаточно, так, властной. Она его, соответственно, либо подавляла и, с другой стороны, пыталась сделать его своим идеальным мужчиной, то есть, ну, нарушала его, собственно, личные границы. Вот. И в результате этого мужчина оказался вот таким вот неадаптированным на свои эмоции. Плюс, значит, у него есть ярко выраженная подавленная такая вот составляющая. С этим нужно работать, но, опять же, работать с этим можно исключительно только с ним, с самим. То есть, я бы не сказал, что, я бы не сказал, что советы здесь какие-то, какие-то могут вообще помочь. Вот. Ну, именно, вот, конкретно советы. То есть, тут нужно непосредственно работать. Мужине нужно прислушиваться к себе и, собственно говоря, своим чувствам, потому что дальше будет хуже. Ну, вот. Что касается мысли о суициде, то это, опять же, такое своего рода подсознательное стремление или полусознательное стремление. В общем, сценарий, грубо говоря, сценарий на доступе себя убить. То есть, это такое, такой сценарий психологический, направленный на то, чтобы причинить себе боль, вред и так далее. Ну, боль, вред, негатив. Ну, вот. Это означает, что мужчина в глубине души считает, что мама желала, либо мама желала ему смерти, либо она внушила ему, что он достоин смерти, либо человек сам как-то вот пришел к такому выводу, что он достоин смерти. Вот. Это подсознательно, это раскрывается, это выявляется, и с этим, собственно говоря, можно проводить какую-то работу. Вот. На данный момент, на данный момент говорить о работе какой-то с мужчиной, когда он даже сам не обращается к психологу, ну, на мой взгляд, не имеет никакого смысла, просто потому, что еще неизвестно, хочет ли, ну, хочет ли мужчина сам что-то делать. Я лично, например, ну, этого не понимаю. И после прочтения вашего текста я так и не понял, хочет ли мужчина сам делать что-то, не хочет ли что-то делать сам. Вот. Значит, ненависть, это непринятие. Да тот, кто ненавидит себя в такие моменты, это означает, что он себя не принимает. Дальше. Так происходит только из-за близких людей, потому что со зависимостью отсутствие личных-личных границ, отсутствие понимания того, где заканчивается он и где начинается другой человек. Вот. Личные границы психические и физические. С другими людьми он может построиться не так сильно. Ну, это, соответственно, эмоциональная вовлеченность, что является проекцией. То есть на других людей человек проецирует свои, значит, свои какие-то желания, свои чувства и тем самым он переживает эти чувства по поводу этих людей. Тут он обидчив говорит, опять же, о неразграничении ответственности. Вот. То есть нет у него понимания того, где он, то есть где я, где я, где, где, собственно, другой человек. Этого понимания у него нет. Вот. Плюс он явно неуверен, неуверен, неуверен в себе и, в общем, у него нет такого, знаете, устойчивого, скажем так, устойчивого представления о себе. И вот именно устойчивого представления о себе у человека нет. Соответственно, из-за этого он обидчивший. То есть его легко задеть. А почему его легко задеть? Да? По какой причине его легко задеть? Это уже вопрос. Но важно понимать, на самом деле, другой момент. что факт, именно факт того, что его что-то задевает, человек воспринимает именно как внешнюю агрессию. То есть это, грубо говоря, виновали другие люди. То есть это, здесь у нас неконтролируемая идёт ретрофлексия. То есть у нас здесь, по сути, имеет место быть колебания из одной стороны в другую. То есть человек, кто обижается на других, считает, что они виноваты во всех бедах. Той человек, соответственно, ненавидит себя и считает, что он виноват во всем, во всех моментах. Вот. И то и другое является неверным, но для, опять же, для корректировки, для сбалансирования этого нужна работа. То есть и обида, и обида, и ненависть к себе. И это всё, по сути дела, является, значит, крайностями. Это всё является крайностью, точнее. Вот. А, как известно, любая крайность, она, ну, ничего хорошего не приносит. Никакая крайность ничего хорошего не приносит. И, соответственно, нужно от крайностей приходить к анализу. Вот. Вообще мне кажется, что ваш друг, он абсолютно не умеет быть взрослым, абсолютно не умеет быть, знаете, таким, ну, как бы, разумным. Вот. И в данном случае его вера, то есть он учится на многослов, это, с одной стороны, может быть, механизм защиты, избегания. То есть он пытается избежать от тех демонов, что у него якобы есть. Вот. Это с одной стороны. А, с другой стороны, это, по сути, замена, может быть, замена одного наркотика другим, а то и совмещением. Вот. То есть в данном случае человек пришёл к вере от нужды. И мне не думается, что это совсем уж хорошо, что он вот пришёл к вере именно в нужде, а не в свободном выборе своём, скажем так. Вот. Поэтому я ставлю, соответственно, под сомнение его выбор богослова. Я ставлю под сомнение именно по той простой причине, что слишком часто, на мой взгляд, слишком часто люди используют веру, используют веру для каких-то своих целей, порой совсем, совсем не, ну, не хороших, совсем неправильных, совсем не, ну, в общем, не религиозных, короче говоря. Вот. Это, значит, по поводу богословности, да, по поводу богослужения. Значит, смотрите, смотрите, что ещё хотел сказать. Наркотики. Наркотики. Наркотики, да, это, значит, это процесс замещения по факту. Вот. Это процесс замещения. Замещение одного, ну, соответственно, другим. Да, то есть, я, например, вот, имею какие-то проблемы, да, допустим, я имею проблемы, и я, имея, имея проблемы, я, соответственно, их не готов решать, но вот, зато готов, значит, там, употреблять наркотики, чтобы, соответственно, помочь себе справиться с каким-то, ну, в какой-то сложностью, в какой-то сложной ситуации. Вот. Хорошо ли это? Нет. Полезно ли это для человека, опять же, нет, не полезно это для человека, ни в коем, так сказать, случае не полезно. Ну, вот. Я смотрю о том, что это грех, грех, ну, что он сейчас там принимает, и так далее, что-то. Вот. Ну, и у человека очень много конфликтов. Вот. Я бы вам рекомендовал абстрагироваться от него, отстраниться, не переживать заниматься собой, потому что, так вот, не занимаясь собой, вы ему не помогаете, вы делаете ему еще столько хуже, потому что вы снимаете с себя ответственность, и, соответственно, снимая с него ответственность, вы, вы долгаете его, вот, на этот путь, которым, которым он придерживается, да. То есть, ваш человек, вполне возможно, наркозавистом и так далее. Вот. И то, во что вы играете, это, по сути, роль спасителя. Вот. Обязательно ознакомьтесь с этой ролью в треугольнике Карпмана, то есть, вполне возможно, что, ну, изучите, изучите треугольник Карпмана. В интернете тоже есть вся информация необходимая. Вот. Вы быстро достаточно узнаете, заметите, что спаситель, он, как правило, преследует свои цели, и эти цели, они, ну, далеко не, знаете, они, далеко эти цели не такие бескорыстные, не такие благородные, вот. Ну, это нормально. То есть, в этом нет ничего плохого, на самом деле, в том, что цели такие, они, в этом нет ничего необычного. То есть, каждый из нас, в принципе, решает какие-то свои проблемы, вы пытаетесь решить свои проблемы. Вот, как правило, это проблемы значимости любви, уверенности в себе и так далее, и так далее. Вот, знаете, друг – это не врач, друг – это не специалист, друг – это именно друг, тот, кто принимает. А человека, таким, как он есть, либо принимает, либо нет. Либо идёт всем рядом, либо нет. Вот, по сути дела, это вот то, о чём можно говорить, по сути дела. И либо вы эту ситуацию для себя, либо вы эту ситуацию для себя принимаете, да, вот, принимаете, что, ну, ваш друг вот такой. Либо нет, да, либо вы продолжаете его менять под себя так, как, так, как вот вам хочется. Но можно ли тогда называть это какими-то адекватными отношениями? Можно ли считать это адекватными отношениями? Ну, для меня, если честно, это уже загадка и, соответственно, на мой взгляд, это отношение не здоровое. То есть, от чего я вас хочу предостеречь, да? От того, чтобы вы не вовлекались эмоционально, чересчур эмоционально, в взаимосвязь с этим человеком, у которого, у самого есть достаточно большое количество всевозможных зависимостей, вот, и, собственно, у которого есть свои проблемы. И вот это нужно обязательно учитывать. Обязательно это нужно учитывать. Если вы не будете учитывать, что у человека есть свои какие-то трудности, то, соответственно, вам будет, ну, очень-очень-очень тяжело, и дальше будет тяжелее, тяжелее, дальше будет еще тяжелее на самом деле, вот. Поэтому я думаю, что вот так. Заботьтесь в первую очередь именно о себе и только заботиться о себе, показывая человеку, что о себе можно и нужно заботиться, вы в этом случае уже сможете ему реальную помощь оказать. То есть лучше, вот реальная помощь, да, это какая? Это вот лучшая реальная помощь, это та помощь, которая показывается собственным примером. А собственный пример, собственной помощи, это самостоятельное решение проблемы любой проблемы. Вот, соответственно, так я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас, значит, остались ко мне вопросы, то вы можете, значит, писать мне в личку, написать мне в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.